С уходом Ильемжинова и с приходом Орлова ситуация немного изменилась. И, в общем-то, Орлов это немного другой человек, это не то, что немного... Глава республики. Да, совершенно другой человек, хотя он очень долго проработал с Ильемжиновым, но он сейчас так себя преподносит, как либерал. И дает брифинги, приглашает нас, допустим, даже оппозиционных журналистов на пресс-конференции, чего не делал Ильемжинов. И, естественно, такого давления открытого нет. Но, с другой стороны, все равно сами журналисты, само вот это наше сообщество журналисты, оно, видимо, привыкло быть в каких-то рамках, привыкло работать под диктовку сверху, боится этого окрика начальственного. И вот те газеты, в частности, наша газета, которая сейчас переименована в современную Калмыкию, которые критикуют власть, которые стараются отразить не только официальную точку зрения, но и альтернативную позицию. Их называют оппозиционными. Их всего две или три. Но это наша современная Калмыкия, я сказал. Потом есть газета коммунистов, коммунист Калмыкии. И есть еще одна районная газетка, она называется «Болгог». И больше ничего не прибавляется. И в этом, я думаю, вина уже самих журналистов. Понимаете? И вина, видимо, может быть еще в ситуации в целом стране. Потому что на местах тоже прекрасно чувствуют, что власть официальная, особенно федеральная, не приветствует свободные СМИ. Понимаете? Я думаю, что это болезнь не только Калмыкии, это вообще болезнь всей России. Практически полтора года, как Калмыкия отделена территориально от Северокавказских республик. Что вообще изменилось? Как это почувствовали? Что вообще произошло? Ну, я думаю, в принципе, для населения. Население этого даже не почувствует. Я не знаю, как там власть к этому относится. Но вот мы, допустим, даже мы, журналисты, более активная даже часть населения, общественные деятели тоже ничего особенного не почувствовали. Но я слышал такой просто разговор среди официальных лиц. И в какой-то степени, с сожалением, они говорили о том, что вот нас отцепили от ЮФО, значит, финансирование уменьшится. Потому что не секрет же, что российская власть, она заигрывает с Северным Кавказом. И, как бы, я бы сейчас грубо выражусь, пытается откупиться от Кавказа. Туда закачиваются бешеные бабки. А Каумыкия, естественно, попав уже, или оставшись в ЮФО, заметно потеряла финансирование. Вот это, видимо, чувствуется. И об этом, естественно, догадываются только наиболее информированные люди. Естественно, об этом знает наша власть. И мне кажется, наша власть об этом сильно сожалеет. Потому что тот пирог, от которого можно было откосывать огромные куски, он сейчас сузился, сократился, да и контроль стал пожестче, честно говоря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok